Наладить правовое регулирование этой сферы власти пытаются уже полтора года, но до сих пор остается масса неясностей. К примеру, нет никакой конкретики по процедуре постановки беспилотника на учет. Непонятным остается и то, какие штрафы предусмотрены за то или иное нарушение. Владельцы беспилотников в полном недоумении. То есть как именно должен проводиться учет, регистрация или что-то еще, не продумали. Там есть разные мнения на этот счет. Минтранс выступает за максимальное ужесточение, чуть ли не отпечатки пальцев сдавать. Ну я утрирую, конечно. Федерация авиамодельного спорта нововведения также особого оптимизма не вызвали. Даже легкий самолет из пенопласта, который собрал пятиклассник, теперь придется регистрировать, проходя все положенные бюрократические процедуры. Авиамоделисты готовы ставить на учет свои модели в простой и бесплатной системе, о создании которой шла речь при подготовке поправок в воздушный кодекс. Федерация готова обеспечивать все процедуры по учету авиамоделистов и авиамоделей под контролем государства. И это уже делается без расходования средств федерального бюджета и без лишних поборов с людей. Какова цель введения тяжеловесной процедуры с явно обозначенной коммерческой подоплекой, кроме как залезть в карман авиамоделистам и любителям летающих игрушек? Законодательную базу и все регламентирующие документы, по всей видимости, еще будут дорабатывать и дорабатывать. Федеральный Минтранс уже сообщил, что пока штрафовать никого не будут. Не хватает соответствующего акта российского правительства. До вступления в силу обозначенного акта никакие правовые последствия для граждан вследствие вступления в силу указанного пункта не могут иметь места. Тем более в этой связи не существует оснований для наступления административно-правовых последствий. В настоящий момент проект постановления разработан и готовится к направлению в Минюст и правительство. В общем, сколько времени потребуется бюрократической машине на то, чтобы раскрутиться и создать простые и понятные для всех правила игры, пока непонятно. Но волнения в среде авиамоделистов и владельцев квадрокоптеров сейчас очень серьезные. Формально, опять же, если все, что летает, приравняют к беспилотным воздушным судам, соответственно, невозможно будет заниматься детским, взрослым, спортивным авиамоделизмом в радиусе 30 километров от города Пельми. Изменения в законодательство вносили прежде всего из соображения безопасности. Идея хорошая, но, как это часто бывает в России, хромает ее реализация. Число владельцев беспилотников, между тем, неуклонно растет. Если еще несколько лет назад квадрокоптер был дорогим, и позволить его себе мог далеко не каждый, то сейчас в Пельми количество дронов уже исчисляется тысячами. Евгений Гуляев, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.